Код ученый приближается в съезд психологов со всей России, что защитит нашу экосистему. Вся правда о биполярном расстройстве. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Максим Мартынов. Центр занятости обучающихся Казанского федерального университета стал победителем второго сезона конкурса «Росмолодежь. Гранты», направленного на поддержку и развитие инициатив молодежи в различных областях. Проект, представленный на конкурсе, нацелен на развитие сотрудничества между вузами Приволжского федерального округа. В будущем на базе КФУ планируется создание окружного центра карьеры и реализация профессиональных возможностей молодежи. Выпуск электронного сборника о попытке работы центров по основным направлениям, а также предоставление видеоматериалов с выступлениями экспертов и итогами проектной деятельности. Проект даст мощный импульс развитию не только организации временной занятости обучающихся КФУ, но и других центров Приволжского федерального округа. Сам проект направлен на объединение и организацию проектно-аналитической сессии центров карьеры вызов всего Приволжского федерального округа. Чувствуя за собой социальную ответственность, как мы являемся Казанским Приволжским федеральным университетом, мы должны быть центром и помощи, консультации другим нашим коллегам, центром по организации, содействию, занятости обучающихся и выпускников. Казанский федеральный университет становится организатором Всероссийской научной конференции с международным участием в психологии состояния человека. Актуальны теоретические и прикладные проблемы. На мероприятие собрались кандидаты психологических и педагогических наук из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Ярославля, Самары, а также из республики Эквадор, Узбекистана и Белоруссии. Подробнее о конференции в сюжете. Ежегодно в стенах Института психологии и образования Казанского федерального университета проводится научная конференция, где теоретики и практики самых различных направлений науки о психике и психических явлениях делятся своими знаниями и опытом в области изучения диагностики и регуляции состояний. В этом году предполагается 16 направлений работы. Возрастные и педагогические аспекты психических состояний, изменение состояния сознания, совладание со стрессом и многие другие. Почти 140 лет психология Казанского федерального университета прошла, я бы сказал, замечательный месяц, которые были значительные достижения и успехи. Они связаны с решением темперамента, исследуемой области, индивидуальности, поведения, деятельности, психологии личности и психологии стены. Большой вклад в разработку эти проблемы с ними для ищущихся психологии в разные годы, учившихся и работающих в Казанском университете. Конференция началась с прослушивания композиции, исполняемой на скрипке. Это уже стало традицией. По завершении небольшого представления с приветственным словом выступил директор Института психологии и образования Казанского федерального университета Айдар Калимулин, который рассказал об истории становления института, достижениях его студентов и педагогов, а также поблагодарил всех гостей, неоднократно принимающих участие в конференции. В последние годы мы очень неплохо развивались. У нас получился очень тесный и продуктивный союз между двумя родственными науками, между педагогикой и психологией. Благодаря нашим психологам мы стали первым российским вузом и вообще на постсоветском пространстве, кто вошел в число 100 лучших университетов мира в предметной области образования. Программа конференции расписана не по дням, а по часам. С 8 по 10 ноября доктора и кандидаты психологических, биологических и педагогических наук из разных университетов будут делиться опытом работы с коллегами и студентами Казанского федерального университета. В этом году несколько секционных заседаний. Общие проблемы теории и практики психических состояний, стресс, послестрессовое состояние, совладание и реабилитация, познавательные состояния в деятельности человека и другие. Также гости примут участие в мастер-классах от коллег из других регионов и посетят музеи Казанского федерального университета. Практика – критерий истины, но при этом есть и теория без практики мертва. И вот как раз на таких конференциях встречается и практика, и теория, и одно подпитывает другое. Методологически очень важно делать все, что мы делаем в практике, обдуманно проверенным способом, доказанным эффективностью. Такие встречи помогают нам поддержать друг друга, помогают самим смотреть на происходящее с социальным оптимизмом. И это очень важно в наше время. На протяжении 12 лет в Казанском федеральном университете реализуется подготовка профессионалов и лидеров в психологии и проведении современных научных исследований, направленных на развитие психологического знания. Более 15 программ бакалавариата, специалитета и магистратуры, а также большое количество конференций, мастер-классов и форумов, повышающих качество подготовки будущих психологов. Кристина Осёкина, Александр Кузнецов, Универ Новости. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 450 миллионов людей в мире страдают от психических расстройств, что составляет более 4% всего населения планеты. Психиатрия – одна из сложнейших медицинских сфер. Диагностика заболеваний этого спектра настолько сложна, что она собирается на протяжении всего лечения. Одно из характерных состояний, о котором наверняка слышал каждый второй – биполярное аффективное расстройство. Биполярное аффективное расстройство – заболевание, которым в России страдает около 2 миллионов людей. Это только выявленные случаи в психиатрии. Основной проблемой является романтизация и стигматизация в обществе людей, которые страдают этим тяжелым и хроническим недугом. Специфика заболевания заключается в двух стадиях – маниакальной и депрессивной. которые на протяжении всей жизни сменяют друг друга и не дают полноценной и качественно жить человеку с биполярным расстройством. Биполярное аффективное расстройство – это группа заболеваний, которые характеризуются сменами двух основных состояний эмоциональных. Это состояние мании и состояние депрессии. Или, как еще называют, фазами. В классификации болезни биполярное расстройство представляет собой некоторый спектр заболеваний. И в новой версии МКБ-11 будет три типа выделяться этих расстройств. Это биполярное расстройство первого типа, биполярное расстройство второго типа и циклотип. Маниакальная стадия, как правило, проявляется состоянием эйфории и приподнятого настроения. У человека возникает аффект, который может надоумить поменять свою жизнь на 360 градусов. От внезапного начала ремонта в доме до резкого осознания, что заболевшему нужно переехать в другую страну и жесть все мосты, которые связывают его с нынешней жизнью. Правда, до логического конца это обычно не доходит. Мозг в стадии мании может работать настолько непредсказуемо, что как только человек сорвал обои со стен, он уже придумал что-то новое, а предыдущую задачу он моментально забрасывает. От того, будет ли это преобладать маниакальные синдромы или гипоманиакальные синдромы, собственно, и выделяет различные типы. Для биполярного расстройства первого типа характерны маниакальные синдромы, то есть более выраженные. Иногда у пациентов доходят до бредовых идей, бредовые идеи величия. Также после таких эпизодов может наблюдаться либо так называемый световый промежуток, когда у человека нет ни маниакального синдрома, ни депрессивного синдрома, но такое обычное настроение. Сболевания, которые мне генетически предрасположены от одного из родителей. Это во-первых. Во-вторых, было очень сложно понять, что со мной происходит именно, потому что я не отдавала себе отчета в маниакальных эпизодах. И у меня раньше были подобные состояния, но более в легкой форме. Тут я уже себя не особо контролировала. Обычно маниакальная стадия не задерживается надолго, и, к сожалению, вслед за ней приходит депрессия. Мы привыкли слышать, что это состояние влечет за собой лишь плохое настроение и грусть. Но на самом деле это тяжелое состояние, которое лишает человека физических сил. У него возникают пугающие апатичные мысли. Заболевший буквально не видит никаких радостей жизни, и это может привести к ужасным последствиям. Второй вариант – это переход в депрессивную фазу. Оно может быть без промежутка нормального настроения, либо с этим промежутком. Депрессивная фаза, в свою очередь, чем она характеризуется? Это те же три направления симптомов, только с противоположным знаком. То есть это сниженное настроение, это снижение активности и различные когнитивные нарушения. Пациентам сложнее думать, сложнее мыслить, сложнее придумывать какие-то действия, сложнее концентрировать свое внимание на чем-то. Вокруг биполярного аффективного расстройства скопилось много пелены из романтизации, сигматизации заболевания. К счастью, исследования в психиатрии не стоят на месте. К нашему времени было создано множество фармацевтических препаратов, которые помогают справляться с этим недугом, хоть и требуется это делать на протяжении всей жизни. Так, человеку, который заподозрил у себя симптоматику БАР, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту. Ведь чем раньше врач-психиатр начнет диагностику и последующее лечение, тем раньше притормозится процесс развития заболевания. Основной метод постановки этого диагноза – это клинический метод общения с врачом-психиатром. Врач-психиатр тщательно изучает анамнез, выявляет или не выявляет какие-то предрасполагающие факторы, например, наследственные факторы. Они довольно существенную роль играют при биполярном расстройстве. Обсуждаются... Были периоды гипомании, если у пациента пришел в депрессию. Если пришел в мании или гипомании, то в принципе таких проблем нет. То есть уже более-менее понятно. Но дальше тоже все равно выясняется, есть ли депрессивные фазы в предыдущие периоды жизни. Проводится оценка других симптомов. Есть ли, например, стойкие изменения личности, есть ли изменения в когнитивной сфере, в мышлении человека. Также могу сказать то, что тяжело для семьи, для родителей, потому что не хочется знать то, что у этого ребенка или близкого человека есть какие-то проблемы, которые тем более неизлечимы, а только поддерживаются медикаментозно, ну, с каким-то шансом выйти в эмиссию. Важно осознавать всю серьезность заболевания. В диагностике биполярного аффективного расстройства есть главная сложность. Схожи симптомы с депрессией и пограничным расстройством личности. Они могут включать в себя эпизодичные состояния и депрессивные наклонности. Валерия Карташова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Казанский федеральный университет превращает науку в глазах студентов в интересное занятие, которое поможет не только провести время с пользой, но и каждый раз открывать новые грани сознания. Подобные методы популяризации науки среди молодежи стали основой проекта «Про наука», который уже 10 ноября с размахом пройдет во втором высотном корпусе КФУ. О том, какая программа ждет гостей и кто выступит спикерами, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. Начиная с далекого 2016 года, все свои силы Казанский федеральный университет тратит на популяризацию науки среди студентов и молодежи в целом. В этом им помогает научно-популярный фестиваль «Про наука», который из года в год старается приглашать интересных спикеров, рассказывающих о сложных физических, биологических и химических процессах в простой и доступной форме. В этом году масштабы поражают более полутора тысяч квадратных метров научных интерактивов, которые будут интересны не только студентам, но придутся по душе детям и взрослым. Помимо этого, с лекциями выступят именитые преподаватели и профессоры Казанского федерального университета, а также приглашенные гости. В их числе лектор российского общества знания и известный телеведущий и дипломированный врач Сергей Малоземов, который представит топ-10 самых перспективных технологий современности по версии программы «Чудо техники». Как незаметно, но радикально нашу жизнь уже меняют светодиоды и биометрии, роботы и нейросети? Как жить в мире фейковых новостей и поддельных личностей, когда мы все станем киборгами? Ответы на эти вопросы, а также на ряд других, можно будет легко получить просто посетив лекцию. 10 ноября в Казанском федеральном университете мы встретимся. Я расскажу вам о самых перспективных технологиях современности. И вы сможете задать свои вопросы. До встречи. Помимо этого, телеканал «Универ ТВ» проводит кастинг ведущих в рамках фестиваля «Про наука» для всех тех, кто хоть раз в жизни хотел стать похожим или даже обойти своего любимого телеведущего в мастерстве работы на камеру. Все очень просто. Предварительно зарегистрировавшись на кастинг, необходимо подойти в холл второго высотного корпуса Казанского федерального университета, где главный редактор службы новостей вместе с коллегами дадут выступлению комплексную оценку. Речь, умение держать себя в кадре и голос, а затем остается только ждать. Отсмотрев выступление каждого из участников, решение не заставит себя долго ждать. Главным призом станет возможность стать не только постоянным ведущим ежедневных выпусков новостей, но и других научно-популярных программ, которые совсем скоро увидят свет. 10 ноября стартует кастинг телеведущих в рамках фестиваля «Про наука». Если я не ошибаюсь, то на сегодняшний день у нас насчитывается по предварительной записи около 170 человек. Мы еще не знаем, сколько придет по факту. Я ожидаю все 300 на самом деле. Мы ждем амбициозных, горячих, молодых и не только на самом деле, молодых людей и девушек, которые готовы открыться миру, раскрепоститься, попробовать себя в роли настоящих телеведущих. Не только отмечу новостной программой, но и других научно-популярных программ нашего телеканала «Универтв». На главный осенний научно-популярный фестиваль очень просто попасть. На официальном сайте night.kpfu.ru необходимо заполнить форму регистрации и уже 10 ноября стать свидетелем истории. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, «Универтвновости». На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин